весеннее утро в астурии слышите как птички поют это карвера а именно остановка красона вторая остановка от овелеса смотрите какой красивый рассвет там и между красоной и лос-кампус такой поселочек урбанизация в целом трассона это такой муниципалитет который находится неподалеку от овелеса можно сказать по дороге в хихон буквально буквально две остановки вторая остановка от овелеса вот я сейчас сниму входит входит в район карвера де асториас соседний с овелесом район ну и вид смотрите вот именно с этой точке такой вот домики коттеджи вид цены нас вот этой точке открывается на весь овелес ну и на карверу также можете посмотреть трассона чтобы было проще но условно говоря есть такая остановка ж.д. станции ну и рядышком к ней прилегающие деревни общее население составляет на трассоны около двух тысяч человек ну и вот такие вот виды водохранилище есть я вам его покажу там ребята рассказывали рыбачат весьма успешно там же места отдыха проводились соревнования по гребле но об этом да я расскажу а так именно вот этот район муниципалитета карвера промышленный ну а также здесь есть коммерческий центр немножко сельского хозяйства и немножко туризма разных отелей ну вот частности вон там видите один из отелей четырехзвездочный к слову сказать такой вот приятный приятные такие вот места что же пойдемте дальше это мы с вами идем по avenida de los balagares с той стороны и с этой ну и вот что здесь что вот там ниже такие вот коттеджи в другом месте тоже то есть ну достаточно вот много ими застроена но он ниже смотрите сейчас тут наверху чуть-чуть ветерок ну а ниже вон футбольное поле ну а в другую сторону то уже сторону пьедра сбланка с туда сторону правее он видите уже и вот холмы более высокие ну и еще раз общий вид на карверу и овелес ну вот вы видите да все они в принципе такие вот однотипные домики в одном стиле все построено все чисто аккуратненько вот своего рода такой вот поселочек можно сказать загородный в ту сторону тоже идут улицы вот здесь у нас такая вот площадка сейчас я думаю наверное следующем в районе в районе водохранилища я сниму птицы в районе водохранилища оно получается трассона ну вот так вот она растянута чуть-чуть раскидано то есть здесь домики там где-то еще строится где-то стройка ну видно участки под это дело намечаться будет вот где-то вот около станции что я вначале снял многоэтажки построены то есть некоторые то есть достаточно растянуто ну и в целом вот видите то есть так оно не не компактно на одной площади но весьма растянуто можно то есть поэтому достаточное количество расстояния пройти от одного района трассоны до другого до другой деревни той же самой вот ну и ну в общем-то пойдемте наверное в сторону водохранилища ну и вот такой вот здесь отельчик то есть вот домики тут же отель ну и не один отель здесь то есть несколько отелей спортивные комплексы вы рядом видели он там внизу находятся ну в общем в общем такое вот местечко ну пойдемте к водохранилища ну и вот и опустился вниз с урбанизации лос балагарес и вот соответственно вам указатель что было понятно найдете лос кампус там остановка есть во въеда можно доехать вот так же здесь остановка как я и говорил электрички но это уже другой другая остановка остановка электрички которая мельких он в одну сторону но в другую сторону ави лес ну да в леса тут буквально две остановочки менее менее пяти километров до ави леса сейчас вот мы смотрите посмотрим водохранилища но и окрестности это деревня оверо но сюда же входит в приход трассона то есть трассона это общее название как я и сказал несколько таких вот деревень населенных пунктов небольших и общее число соответственно в этом приходе составляет порядка двух тысяч человек плюс-минус вот водохранилище она он видите тут рядышком ресторанчики кафешки здесь есть места для занятия для занятия спортом проводились такие достаточно знаменитые соревнования связанные с греблей сейчас подойдем еще глянем и вон видите да тоже на той стороне вот весьма там красиво такое деревья луга он еще один ресторанчик ну и зона отдыха зона отдыха где можно соответственно прийти не знаю с какими-нибудь бургерами еще что-то ну и посидеть спокойно за столом кстати тут вот мангалы вот вы видите соответственно можно можно что-то вкусное пожарить вот оказательно водохранилище трассона то повторюсь ну по крайней мере ребята кто здесь живет говорят что неплохо рыбка ловится а было она построена вообще в пятьдесят седьмом году крупной металлургической компании которая здесь неподалеку расположена но я говорил что здесь вот весьма неподалеку промышленная зона вот целом была построена компания арселор металл как для использования воды как для нужд завода ну так и для местных жителей которые приезжали и оставались при развитии здесь промышленной зоны ну а где-то как я вот уже показал есть такие вот урбанизации настоящий момент то есть тоже люди селятся живут напротив тоже домики смотрите ну и вот видите да отдельные домики идут вот там как и рассказывал в первой части что разбросано потом они идут далее здесь живут дворец это реставрирует будет интересно потом посмотреть после окончания ремонта вот уточка плывет сюда торопится останавливается и конструируется дворец вот если в ту сторону идти то можно вот так пешком выйти до коммерческого центра вот там же есть там же есть такое интересное заведение как кенгу джам по моему так у моей дочки в классе там одноклассники устраивал день рождения и соответственно вот он там отмечали собирали кто с класса хочет поехать и вот они там прыгали вот и на батутах и и с резинками разными но в общем в общем им понравилось хорошо провели время в общем если что есть такое место здесь же оно и расположено неподалеку но в самом центре ряд магазинов представлен как магазины вещей так и продуктовые есть но и в целом то есть ну понятно коммерческий центр в общем а это вот буквально не очень далеко получается оттуда чей-то домик курочки в общем тут напротив футбольное поле по-моему футбольное в общем ну идем мы уже в сторону остановки той же самой трассона такой вот здесь подземный переход разукрашенный написано что это муниципалитет как карвера вот ну а вот указано трассона таким вот красивым почерком ну и вот вы видите вышли мы в зоне где есть некоторые многоэтажные застройки где именно не частная частные дома вот такие вот домики квартиры также некоторые из объектов можно найти в том числе на идеалисте но вот церковь церковь достаточно старинная ну и она именно выступает по крайней мере когда будешь везде трассону она именно и выступает в качестве вот это кого и символа вот такая вот она церковь трассоны ну а рядом слышите тут уже вон трассы он указатель тоже на коммерческий центр на съезд непосредственно в трассону да тут место такое которое между овелесом тихо нам принципе можно и в объеда также добраться то есть плане доступности есть такой электрички ходят как я и сказал вот здесь непосредственно непосредственно остановка электрички в хихон и овелес ну и не очень далеко есть остановка у сравнительно не не сильно далеко так скажем вот до въеда ну отсюда есть это наверно проще пересадкой ну а так можно и добраться ну и вот уже видите да такие вот многоэтажные застройки ну и вот я уже на станции и здесь видите с другой стороны арселор металл металл металлургическая компания весьма крупная тут видно тоже какой-то из цехов расположен ну что ж посмотрели мы так немного трассону и окрестности потом дальше также продолжим думаю в том числе и по корвере посмотрим другие населенные пункты ну и в целом продолжим смотрите как астурию ну так и я думаю чуть по чуть и другие провинции тоже ну что ж вам же я желаю в свою очередь всего хорошего до новых встреч пока